Легкую. И темпларка была в миде. Ну да, может просто как-то... Так что я думаю, что тут пока что ничего не видно, и Тим Кингвин... У Кэрри тоже не хочется забирать, черт побери, что же делать-то? Может, ну просто, может, что-то универсальное заберут сейчас в Вега, более-менее хорошо работающих, House Knight. Ну, неплохо. Но есть еще Медуза, которую придется забанить. Это стопроцентный бан для Вега в данный момент. А вот у Кингвин есть возможность... Да, Ниша уже, опять-таки, отыгрывал Медузу банить стопроцентно нужно. А вот у Кингвин есть возможность забанить что-то другое. Слушай, а им уже, может, какую-то Бруду придется банить? Потому что Бруда и против Разора может хорошо зайти. Может. Банят сами Медузу. Неожиданный поворот событий. Для меня, по крайней мере. Да нет, но сегодня мы видели, кажется, ЛЖД Фаравьон, как играли с Медузой и Чаус Найтем. Да, они проиграли эту игру, да, у них не пошло. Но они игру тут отдали сами. Да, тем не менее, в той игре, где и Хаус Найт, и Медуза были за одну команду, там Никс был против Медузы. Да, там очень много. Манки Кинг с БФ он был против иллюзий Хаус Найта. Контроль был хороший. Начнем с того, что там вообще Медуза была на второй пик. Да. Вскрыто. Сами Тин Кингвин, смотря игру как раз-таки Ньюби, они могут сейчас взять этого Манки Кинга, как раз на закрывающий пятый драфт, поставить его на первую позицию, Разор пойдет в мидл. И опять же, там Battle Fury, Black and Bar. Вега банят традиционного Свена уже против ЦК. Ну, я думаю, Манки Кинг будет заезжать для Кингвинов. Хорошо он смотрелся сегодня. Прям вот очень много ДПС наносил. Иллюзии. Даже при трех артефактах, по-моему, с Тараской он уже дрался. И все равно Манки Кинг их очень серьезно развалил. Ой, ну не знаю, насчет Манки Кинга на линии еще куда не шло. В принципе, там будет милишный персонаж в любом случае. У Вега Сквадрон сложный. Но им надо что-то делать сейчас на этом. Но есть такой момент, что Манки Кинг все-таки это герой, который передвигается по деревьям. Здесь у нас и Night Stalker, и верно, которые взлетают на высоту этого птичьего полета, Flying Vision в доте. И довольно легко могут его с этих деревьев снимать. Поэтому игра прям очень некомфортная. Блокенбар нужен. Очень нужен Блокенбар ему. Так в любом случае тебе нужно купить сначала Battle Fury. Потом, скорее всего, ты будешь брать Shadow Blade. И только третьим артефактом ты будешь брать этот Блокенбар на Манки Кинге. И это очень-очень-очень долго и много времени. В то же время герои соперника могут на тебя нападать уже там. Хорошо, что ты посоветуешь тогда? Вот я не вижу просто. Хороший герой против Чаус Найта. Я не знаю. Они могут и с Темпларкой опять сыграть. Так же, как они это сделали на первой карте. Вот появляется Мирана для года. Можно с Темпларкой играть. Темпларка так не стирает эти иллюзии. Чаус Найт на тебя прыгает, и Темпларка очень страдает. А вот у Манки Кинга как раз есть заклинание, которое, во-первых, станет эти все иллюзии. Станет. У Темпларки не станет. Ничего. Он не может замедлить. У Чаус Найта без разницы на замедление. У нее рифт есть. И очень много дэмэджа наносит с бандл страйка как раз по этим иллюзиям. А их нужно как-то убивать, потому что у тебя будет по иллюзиям статик шторм, чуть камней, плазма филды. Они чуть погорят в огне дума. А вот именно жесткого инстанта ДПСа такого, его нет. Чтобы не пикнули Кингрен, мне пик весь не нравится. Вот этот товарищ. Тинни, да, тоже может. Вот этот товарищ здесь, мне кажется, реально хорош. Все равно я не верю в Тинни против Чаус Найта. Против Чаус Найта нужен герой, который собирает Блэккенбар и стараться нафармить очень много артефактов до 20-го левела Чаус Найта. Потому что если у тебя нет Блэккенбара, он делает фантазм, и ты просто лопаешься. Без разницы какой-то герой. Ну посмотрим. Я вообще согласен, Серега. Я бы предпочтение по драфту отдал бы Веге. Хоть и прям не тотальный аутдрафт, но мне их драфт нравится побольше. Остается исполнить как минимум не хуже. Сейчас мы и узнаем, сможет ли Вега исполнить задуманное или же их ждет поражение. Конечно же, прокомментируют данную карту у нас Гатхат и Адекват, и мы им слово, собственно, и передаем. Ну в очередной раз спасибо нашей студии-аналитике. Мы в эфире, мы продолжаем смотреть за интереснейшими матчами в рамках ПВ Минора. Решающие карты Вега Складрон имеют прекраснейшие возможности выйти в полуфинал Венеров, уже пробраться к минимуму в топ-6, по-моему, да, или топ-4 даже. Ну, в общем, надо побеждать. Ну, с учетом того, что наши аналитики единогласно отдали все в пользу Веге, драфт мне их тоже очень нравится. Опять Doom, который в предыдущей карте не особо себя зарекомендовал. Несколько Doom были, но они были на Свена после ГДС, и это не особо меняло исход драки. Посмотрим, что будет на этой карте. Кингвин или Саш будет играть на Дезрапторе. Кейсер, Earth Spirit, Ниша, Тинни, Экзотик, Дир на Рейзере и Патос, Doom. Ну и Вега Складрон. Зайц Винтер Виверна, Слэйр сыграет на Сен-Кинге. Год на Миране в R.I.U. или он же Алоха Дэнс сыграет на ЦК. И Афтерлайв на Найт Сталкере в офлэйне. Да, стоит это подметить, что Найт Сталкер действительно будет офлэйне четвертой позиции. Будем от Афтерлайв ожидать хороших артефактов, Афаганим, Исхолокреста, что-нибудь подобное. Все по ситуации. Но вот уже в пятером сбегает Вега Складрон в чужой верхний лес. Посмотрим, удастся ли сделать Ферроз Батт. Тут есть чем подкапывать, есть чем станет, есть чем цеплять противника. Но позиция более утопная сейчас для Кингвин. Ну, правда, заходит Кейсер, вот это он зря. Подкопали и съели. Отдают Ферроз Батт как раз-таки году. Очень удобно. И можно баунтиру, на принципе, отжать тоже чужие. Почему бы и нет? ФБ для Году. Еще взять одну баунти. У него, конечно же, будет ТП-шка, прийти в центр и начинать с небольшого преимущества. Останутся здесь? Ну, они, кстати, четвером остались уже, не в пятером. Но, тем не менее, кстати, еще если кто-то подставится, можно будет убить. Слушай, они сейчас могут три баунтируны забрать. Здесь Год забирает, да. Они четыре ли? Если атаки не будет. Атакуют. Четыре. Подкоп хороший, по двоим. Год. Можно расстреливать. Нет, против ветки драться не хочется. Году очень больно, слушай. Много дэмэджа. Приходится качать лип. Ветка. Как? Ты летел. Что это за префайр, как говорится? Слушай, а тут платос-то встреет. Стан получает двухсекундный, но достаточно плотный персонаж. И в итоге на зайца устремляется. Стан потягивается вновь сэмпинг. Да, ну, по итогу никто, конечно, не погиб. Хотя могут еще подраться. Идет дальше. Алоха есть станчик. Станчик. Скольки секундный будет станчик? Он не будет его кидать. Он видит то, что не забирают. Не успеет команда потянуться. Но вот теперь можно попробовать. А сейчас уже и выхода особо нет. Очень много дэмэджа по Аллохе. Подкоп хороший. Все, он сейвит. А зайца кто сейвит? Заяц, Заяц. Хоть кто-нибудь. Нет, никто не засыпал. Они все равно драться идут, что ли? Стана до секунды. И будут пробивать Дизраптор. Сейчас Дизраптор мантит по лесам. Снова подкоп. Должны делать фраг на нем. Фейсер, тире ним с нейроролинболк, арбитл. И, ну, какие-то странные прям драки. Но он стоп. Тут Заяц. Возвращается. Снова возвращается. Станчик на две секунды. Спирит. Все, ему можно заковырять. Заковыряли. Ну, и кисер отсюда не уйдет. А тут Дизраптор вернулся уже. С ТП сюда. Патас. Игнать Алоху. Остановите этот беспредел. Что вообще делается? 3-2 у нас. Никто на крипы внимания не обращает. Все стараются драться. Ну, хорошо. В итоге там ЦК неплохо себя чувствовал. Потому что ЦК не погибал. Участвовал в этих драках. Даже кого-то вроде и убил. Более-менее. Ну, год. Мы уже говорили. Год ушел. Год не погиб. Сделал ФБ. Мы тоже старт должен быть приемлемой. Но на топе у нас страсти будут продолжаться, судя по всему. Ну, потому что тут у нас снова инициация от Алохи. Второй уровень он себе взял. Против него здесь три плана. И, в общем-то, и у него должно быть за спиной два саппорта. Ну, самая боевая линия. Здесь шесть героев будет. А, три на три. В общем, нужно держаться. Это по одлию саппортом. Аккуратно издалека пробивать. Например, у Зайца, у которого мало здоровья остается. Зайц страдает. Андерстрайк вынужден использовать Арктик Бёрн. И доживает у Зайца. Но у него нет регена вообще. Хочется... Да, это проблема. 70 хитпоинтов. Это что, отправляться на базу? Либо Сэн Кинг будет отдавать сейчас фласку? Нет, не будет отдавать фласку. Стычка за баллунтеруно. Забирает Алохо. Станчик на секунду. Дизраптор очень неприятно. Должны его здесь дотыкивать. Спасти некому, да. А плюха от Алохи. И дизраптор отправляется в таверну. Красиво сыграл Винтер Виверну. Уже практически уходил там этот герой. Но потом развернулся. Вкачал Сплинтер Бласт вместо Колден Брейса. Дал его. И по итогу смогли сделать еще один фраг Вегас Квадрон. Винтер Виверну с чувством выполненного долга. Без ХП, без маны. Возвращается на базу, чтобы подрегениться. Так что пока вроде на верхней линии справляется. Что снизу? Снизу Автор Лайф. Ну, придется потерпеть против Рейзера. Из этих дир здесь, безусловно, в соло справится с любым практическим милишником. В том числе и с Найт Сталкером. Поэтому, ну, Рейзер будет фрифармить. С этим нужно, наверное, просто смириться. Потом можно будет прогангать там с наступлением первой ночи. Но пока нужно подождать. Ну, где-то под вышкой у себя. Автор Лайф будет получать самые необходимые деньги. Неходим, но снова атака. Оставится кинетик фил. У Слеера могут быть проблемы. Камешек залетает не точно. Ролик Болдер точно в Алоху. Алоха на развороте станет на секунду. И Слеера стирают. В итоге неплохой спринтер Бласт. Нужно бить Кейсера. Хватит ли урона? Отличный термоблейт. Не стоит ввать о Регине. Регин работает. Алоха сейчас подставляется. Кейсера хотя бы добить. Славскому сбивают. Минус. Алоха переключаются на Зайца. Патас может идти. Спокойно. Булыжник отличный от Кейсера. Хороший подкоп по двоим. Хороший подкоп. Но Кейсера здесь не убить. Очевидной Булыжник. Минус. Заяц. И можно сражаться с Семой. Работает Регин от Сатира. И это очень сильно спасает сейчас команду Кингвин. Снова подкоп. Хватит ли урона? По Дираптору хватило. Ты понимаешь, что это происходит? Тут просто бесконечная драка идет на топе. Остановите. Да, как-то да. Не хотят они останавливаться. Пытался в начале этого момента Алоха сыграть красиво. Мол, отойду под Регин, свернусь, убью. Ну, внезапно хил, как оказалось. Уж спереди. И тут драка провалили. Лега Складрон разменялись один в два. Ну, и грустно сцикались. Потому что давят, давят Кингвин на верхней линии. Ну, причем, вот если более-менее, как еще Лега Складрон пытаются на верхней линии справиться и держатся наравне с противником, то вот центр и нижняя линия коллективом Кингвин выигрывается. Да, у Тинни 21 на 7, там и у Рейзор 23 на 7. Кот страдает, авторлайв страдает. Они пока настолько хорошо фармить не могут. Может быть, стоит как-то либо свапнуться линиями, может быть, суппортом стоит оставить ЦК на время, или одному суппорту перетянуться в центр Тинни помешать. Просто, ну, мы знаем, что такое Тинни на фрифарме. Ставит очень болезненно и очень больно. Снова атака на Зайца, Патас, наглеет, булыжник мимо, но Зайц здесь должен умереть. Да, можно и на Алоху, на самом деле, наехать. Да, Алох тут, нет, понимает, что думаю. Не убить, тратить ману на стан бессмысленно, еще и первого уровня. Слушай, ну тут жесть, конечно, происходит. Задавили Алоху, 14 крипов. Столько же, сколько и у Дума. Хаос Найт тут обычно хочется пофармить побольше. Да, фрифармом здесь явно и не пахнет. Посмотрим, что будет делать суппорт в Вегас Квадром. Именно от них сейчас все зависит. Но видим, что уже Слэйр перетянулся куда-то вниз, а Найт Сталкер напротив перетянулся, на верхнюю линию. Ну, все это только потому, что Найт Сталкер получил ночь, причем на эту ночь он пришел с неплохим левелом. Соответственно, прокаченные нюки имеются. Он сейчас очень опасен и, по идее, может помочь выиграть триплу. Однако, ну, грамотные кингвины особо не подставляются. Хотя, вот, выходит бы это слишком далеко. Тут же и Лисаж, да, можно на них наваливаться. Заходит Афтерлайв, есть Воид, цепляют рифтом. Лисаж страдает очень сильно. Патас на развороте старается подраться. Камень превосходный, даже не забирает двоих, наверное, да, здесь. Тандерстрайк, да, лишают жизни ЦК. Афтерлайв остается тоже без ХП. Шоквейв, отличный Шоквейв, Патас даблки. Как же царит Патас, это просто жесть. Слушай, ну он на Думе себя чувствует просто офигительно. Ну, я говорил о первой карте. Там у него было все не так хорошо. Не было такой агрессивной игры, скажем так. Но сейчас, когда идут вот эти бесконечные стычки, он великолепен. Афтерлайв, выход на нишу, есть замедление. Арумима. Афтерлайв, подвышка, не слишком ли нагло. Патас уже здесь. Зацепить Афтерлайва не выйдет. Он сейчас мансанет. Да, у нее еще есть взлет. Так что... Не убить. Ну, а зайдет, баунт урона возьмет, наверное. Если его не перехватить сейчас в кейсах, если может быть очень опасно, Афтерлайв пробегает, съел деревца и вылетает там. Вот ты правильно подметил, что вот при таких сражениях очень сильно решает наличие сатира внутри Дума, который дает дополнительный ХП реген. И с каждым разом веки просто сложнее и сложнее драться, потому что на дистанции ты обмениваешься вроде бы нюками, там тому ХП снял, этому ХП снял. А тут идет бешеный реген. И тяжеловато. Тяжеловато, конечно, убивать. Афтерлайв снова заходит. Сейчас у Вегас Патрон будет целых четыре персонажа. Это все для того, чтобы выиграть триплу. Все для того, чтобы помочь ЦК. При этом низ полностью освобождается. Уже Дум появился, так что надо быть аккуратней. Должен быть выход от тела. Мы пошел булыжник, закатились, будут ли затыкать. Есть Сайланс. Вот и Дум вроде как уходит. А, нет. Кот пошел. Тут пятеро. Тут просто пять игроков Вегас Патрон. Ну и Рисарш уже не уйдет. Ну хотя бы минус два сделали. Отличное подключение. Ну на полном фрифарме находится сейчас Разор. Я даже не знаю. Скорее всего окупается это все, потому что, думаю, все неплохо было по Нетворцам. Теперь просто так же нужно и в центр переместиться, Розок Тини убить, и так же потом пойти на нижнюю линию Разора взять. Но нужно играть суперактивно Вегас Патрон. Иначе действительно можно отпустить сильно хор-героев Кингвин и с ними потом не справиться. ЦК это, конечно, здорово, но все-таки раскачанный Разор это всегда проблема. И под смоками. Под смоками. Закатились, зацепили. Алоха получает Дум. Здесь есть Филд. Вернуть, наверное, его не выйдет. Рынжа, я так понимаю, или Саша не хватает. Кисер провожает до вышки. Вот он уже Сэнд Кинг. Не получилось убить. Филдом не зацепили. Ну тут, на самом деле, здорово ЦК отыграл. Просто не испугался, развернулся, выкинул двухсекундный стан в Дума. И, соответственно, просто убежал. Так, Сэнд Кинг, сбежали до напасти. Теперь ультимейта у Дума нет. Можно будет подраться. Автор лайф. Впитал их за этих дюрах. Выходить. Можно уходить. Ночь заканчивается постепенно. И сталкер будет уже не настолько юзабельным. Хотя, если выкачает ультимейт, все еще может помочь. И год перетягивается снова. Эрро хочет дать на ход. Не попадает в Атуса. И на этот раз год пришел неуспешно. Нужно возвращаться в центр. Ну, Мирана бегает туда-сюда. Ну, конечно, из виду полностью пропадает Тинни, который, ну, замуровался в своем лесу. И зряется выходить не собирается. У него там комфортный фарм идет. 4000 нетворса. Его никто не видит. Он видит всех. И спокойно получает свои деньги. Полный-полный порядок у Тинни. Снова на топе агрессия какая-то. Втроем зажимают уже под Т1. Вообще непонятно, что делать Аллохе в такой ситуации. Вот как справляться? Никак. Хаус Найт такой герой, которому надо получать фрифарм. Ну, вот он ушел в лес, пофармил в лес. Теперь пойдет куда-то на базу регенить ману. ХП-то у него есть. Ману не хватает. Отвратительная ситуация, конечно. ЦК явно будет мне дофармливать. Ну, или постоянно бегать, делать фраги. Ну, или свапнуть. Вот, свапнулись наконец. Аллоха переместился вниз. Да, ну и тут же на него агрессия. Опять сюда прилетает тонна героев, которые будут сейчас Аллоху ловить. Цепляет Лиссаж. Вернее, лучше не рисковать. Здесь там Глимс есть. Какой левел-то Глимса почему-то? Лиссаж... Такой, что второй. Не достает почему-то. Против. Дизраптера там покажите, пожалуйста. Что-то не так у... Первого урона Глимса, видишь? Он сделает андерстрайк на два для того, чтобы драться, для того, чтобы больше урона вписать. И поэтому инициировать не может. Ну, вот счет, казалось бы, 9-9, но 2000 преимущества у Кингвин есть. Опять же, во многом большая часть этого преимущества находится в корге ролях Кингвин. Ну, Тинни разор. Так, закатились. Зацепили. Есть булыжник. Присыпали. Ну, вот успел сделать лип. В итоге, ниша не смог расставаться на полную. Заяц. Подача только получила. На еще бревно. Слушай, больно саппорту с этого бревна. Вот смотрю. Прилетает. Это уже пятый уровень вроде. Ну, в инвентаре ничего нет. Вообще. Да и Заяц. Светок телепорта. Колдембрейс даже не брал. Видимо, подрегенится не может. Спасти тематика тоже. Больше атакующий. Так, поцепили. Патаса. Поксикундный стан. Ультимейт. Что более пробивает был Эру. Там стан микросекундный. Она как-то ухватила, чтобы убить. Думаю, что-то развернулось. А тут? Автор лайф. Тут минус автор лайф, да. Параллельный выход. Сема. В мунлайте, но спалился. Есть песочек. Не боится ничего. Там просканили вроде как. Все же булыжник будет просто сюда. Надо будет этот же булыжник. Сема. Оп. Пошел. Хорошо. Подкопать. Хорошо. Уйти. Там крибы бьют. То есть, оба одну тысячу от ТП можно было убивать. Плазмофилд и Сема не будет страдать. Хотя от ТП еще один булыжник будет. Не будет. Не будет. Красил. Ну, вышку забрали. В любом случае. Каким бы. На ботами чуть труднее с этим. Не получается так быстро спушить. Немножко сумбурная игра у нас, конечно. Куча в начале была драк. Сейчас должно по идее все успокоиться. Но, тем не менее, видно небольшую доминацию со стороны Тим Кинген. Лучше они себя чувствуют на карте. Лучше перемещаются. Вышку спушили. Ну и вот. Сам факт того, что ЦК куда-то уходит фармить в лес, уже о многом говорит. Хотя, вот вы знаете, при всех унижениях верхней линии ЦК находит в себе силы, чтобы нафармить пять тысяч на дворца и отставать там всего лишь на пять с этим, на восемь с этим. Ну что, там было пару удачных фрагов потом. То есть оставили его сейчас в покое в этих лицах. Вот здесь крипов получает. Ниша. Уже почти 12 уровень. Стандартный запак. Сейчас можно снизу напасть. Бить Дум было бы неплохо. Дум все понимает. Там Барабан на себе приобрел и спрятался. Можно просканить, конечно, выйти в наглую. Прям туда. Понимаю, что сканута тоже нет. Стоят и ждут. Паттас. Оп-оп-оп-оп. Бежать, 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 бежать. Оп, увидел Дума, но тут уже далеко. Оттолку, да. У тебя четыре персонажа, но... Верно, ты выбирает. Верно. Ну, подожди, подожди. Рано ты зайца похоронил. Ну, что-то внезапно, да, Винтерверно. Артельберно бежать. Слишком быстрый экзотик Дира. Смотрю, у него там ПТ, Аквилы, Барабаны. Муспита хватает. Верно ушла через кусты, через текстуры. Ну, там и там не получилось сцепить Паттас. Интересная позиция. Спрятался. Сангенг с годом выходит куда-то нападать. Не на кого. Мало что видно. Идти вдвоем против четверых тоже не хочется. Ну, и Ниша тем временем сносит вышку спокойно. Автор лайф. Ближе подходить было нельзя. Вот как развязно играли обе команды, конечно, на первой карте, на второй карте. И как же скованно действует сейчас. Слушай, ну, первые несколько минут были так нормально. Замес. Так. Вижен будет. Аро. Попадает Дизраптор. Это должен быть очень быстрый минус. Старшторм. Не дотягивается звездочкой год, но это неважно. Эпицентр скастован. Кейсеру очень больно. Но тут Шрайн работает. Кейсер все равно погибает. Экзотик Дир убивает иллюзии. Пошел Статик Линк. О, Виттер Скёрс. Отлично, Заяц. О, и Фатас. Не успею заткнуть домом. Так, ну, расстреливать будет Экзотик Дир. Но урона здесь хватает. Должны все побивать? Нет. Подожди, есть ТП Дизраптор. Должны быть рифт. Где рифт? Рифт, рифт. Отлично. Даблкилл год. Минус 4 суммарно сделали. Вега Сквадрон. Шальной Эру. Плюс внезапный Монлайт Шадоу. И Кингвины вообще не готовы были к этому инвизу. Я так понимаю, что у них там ни Дастов, ни Сентри. Вообще ничего не было. Да, они не видели. И противника дрались слепую. И несмотря на то, что вроде бы под пятками была святыня, они все равно не смогли выиграть драку. Браво, Вега. Хорошо напали. Сильно ответили. Здорово, здорово все получилось. Дизраптор просто был выключен из драки. Хотя от него, конечно, пользы много и не было бы все равно. У него нет левела 6. Он без статик Шторма все еще. Ну, тем не менее, Дум не раскистовался. Магнетайза не было. Так что Вега молодцы. Ну, вот от былого такого отрыва кор-героев Кингвин не остается практически ничего. Уже сократили до минимум разницу по Нетворсу. Ну и снова Авторлайф. Опять инвиз, опять все видит, опять все палит. Там нет святыни теперь. Драться будет проще ребятам из Вега, если сюда придут. Ну, вот нет Эпицентра, нет Винтерскерса. Ему Лайт Шадоу тоже нет. И ЦК Ультимейта нет. Ничего нет. Висер. Ну что, опять без вижена вообще не ставят в центре? Как-то забивают на это Элисаж. Надо больше вардов, конечно. А то мне просто это инфу. Ну, кстати, у него заканчивается инвиз. А, теперь сбить. Оп, спасала. И ТП. Ну, а тема здесь постоит. Ну, а тут снизу может быть и атака даже. А, Найт Сталкер все еще пытается бегать. И Аваланч. Бежать, бежать, бежать. Винтер Вена, Винтерскерс. О-о-о. Здорово, Дизраптор. Очень круто играет сейчас Заяц. Второй раз ставит крутой ультимейт. Сейчас на вступление было вообще замечательно. И спас себя и Найт Сталкера. И при этом сделал фраг. Все круто. Да, Заяц отыгрывает на хорошем. Мы практически полностью к балансу свели экономику. Вега Скадрон. Ну, теперь ребятам из Кингенси придется начинать самую начинку. Есть сабелька, есть армлет. Хаус Найт уже весьма статовый такой. То есть хитпоинтов у него достаточно. С иллюзиями справиться не так просто. Поэтому инициирую. Хватая кого-то, может и убить. Да, и уже и не скажешь, что ЦК там страдал на верхней линии на старте. Смотрит, что это ЦК, у него все в порядке. Он неплохо. На ботами. Стычку будет нет. Младший отток. Afterlife. Опять нет просветки никакой, что ли. Лиша попадает под атаки от Винтер Виверны. Ну и надо уходить. Уходит, уходит. Без потерь уходит. Уходит Кинген. Пока без потерь. Хотя Тинь его как-то не торопится особо уходить. Где еще? Здесь же еще есть зотиктив. На этом пока... В таком составе могут уже и подраться. Лиша. Год забирает баунтеру. Ну, 14-й левел. Есть Яша. И сейчас еще может позволить себе ультимейтор. Сейчас выли Саша, попадет стрелой. Это будет прям халявный-халявный фраг. Давай. Заливай соляры, Год. Ну-ка. Ну, сейчас, если на топ придет... Надо небольшой обзор дать. Прицел, прицел. Поправку на ветер и прицел. Давай, Год. Постеснялся. Не решился, Год. У нас. Эх, такой звездный час был, Год. Можно было так зацарить. Ладно, обошлось все. По итогу ЦК перемещается вниз своими иллюзиями на тир-2 вышку. И Лисаш на исходной позиции готов ставить статик шторм. Заяц тоже, если что, готов порадовать противника своим Винтерскерсом. Очень опасная статка с одной и с другой стороны. Вот сейчас Лисаш дать бы ультимейт. И вот этот гербер разорвал своего суппорта. Поддавливает вега-сквадром. Причем действует довольно широко. Медь, ой, Виттер Верна попадается под Блазмофилд. ТП. Пока чем? Не-не-не. Спирит. Да ну, как? It's impossible. Impossible, похоже, да. Ну, какое-то ТП хотелось быстро сделать. Оп-оп-дум. Прыгивает Год. Ну, еще один заряд есть. Афтерлайф. А что он сделал? Афтерлайф. Закончился полет. Ну, и как-то остался прям возле разора. Неудачно пробегался всем. Все выкинуло. Как-то его сильно выбросило. Просто выбросило из леса. Какой-то халявный фраг в итоге получился для Рейзера. Кадаваться нельзя. Ну, и медальку покупает себе Найт Сталкер. Ну, как обычно, кстати, клинка в талант берется. Дополнительный урон, кстати, клинка в секунду. Очень важно. Что у Ниши? Что там у Тинита? Клинса нуле. Навес. Хороший фраг. Быстрый. Но сейчас будет, когда четвертый глимс, оно попроще будет. Атаковать, убивать. Вот Вега пока не бегает в пятером, они начинают подставляться под какие-то одиночные убийства от Кингвин. Там один погиб, тут один погиб. Конечно, здорово, если вы так вот сплититесь, если вы стараетесь дать возможность пофармить всем. Но при этом, конечно, желательно не фидеть. У Веги этого не получается. Два фрага безответных они подряд отдают. Кормит кор-героев, кормит Тинни, кормит рейцера. Значит, чего последний выходит топ-домфор. Ну вот он с Инжин-Яши у Тинни. Взял себе талант на дополнительное здоровье. Резист на магию. Блинкдаггер у Дума. Вот это, кстати, круто. Был момент, где мы видели, что Дума пытался синицировать в Мирану. Мирану просто упрыгило. Да, сейчас попроще будет. Климс. Вот опять. Месть. Через статик шторм. Еще один фраг. Ну, Веги бы хоть что-то сделать. Конечно, мы понимаем прекрасно, что там ЦК фармит активно. Хочет плинкси, хочет БКБ. Но надо бы хоть какую-то активность проявлять. Иначе задавят Кингвин. Ну, сейчас Сенгин погиб. Булыжник, хороший навес. Очередной минус. Второй раз погибает уже Сема. За полтора минуты. Вот тини. Да и четвертая смерть подряд от Вегас Комадрон. Безответных вообще. Никаких попыток кого-то убить. Никаких попыток что-то защитить. Выборожать смог. Вот что-то подобное сделать. Нет, Вегас Комадрон просто встали. Их убивают. Раз за разом. Ну, возможно, это все во благо. Во благо того, что ЦК нафармится. И сейчас куча слотов и убьет всех. Можно на это надеяться? Он сейчас снизу с иллюзиями. Идет пышку ломать. Там два ТП. Авторлайф тоже рядом. Еще одно ТП. Три ТП. Надо уходить. Надо уходить. Хотя нашли Авторлайфа. Не получилось дитепить станом. Авторлайф бежать дальше. Вот он, Глимс, назад. Ну, погибает. Пятый фраг отдают Вегас Комадрон. Просто в соло. Один за другим. Гибнут ребята из Веги. Что происходит? Ну, давай, в интервью. Давай тоже, Заяц, пойди. Конвейер нужно продолжать. Ну, он сейчас хочет ультимейт дать хороший. Три тысячи преимущества Кинген. Ну, не знаю, Вега, ну подсобереги. Что-то приуныли прям совсем. Заяц. Захайлайтит. Или просто погибнет. Ну, идеально дать Верф Спирита, чтобы бил Тинни. Вот как-то так. Уже не видится. Меня смущает то, что Кинген идут пушить, не ставят центры вообще. Против них играет Мирана, им все равно. Просто по барабану. Может, они думают, что Фантазма сейчас нет в Холст Найт, а они его видели, и то, что Вега не пойдет драться? Ну, они сейчас идут пушить, и они опять не ставят центры. Полную игру, игнору того, что Вега могут синицироваться. Они просто не верят, что Вега с Патроном могут пойти подраться. А Вега и не идут драться. На самом деле, такой момент. Фантазма нет, куда идти. То есть, это бессмысленно сейчас идти, Холст Найт. Без своего, скажем так, основного демеджа. Никой драки не будет. Верно. Ну, что это? Ну, а это уже было нагло. Хотя здесь Afterlife. Кейсер, получается, Айланс. Продают. Продают Кейсера. Кстати, могли здесь подраться. Вот они разворачиваются сейчас. Разворачиваются ребята из Кингвина. Будут драться. Afterlife. Получается, Эйланс пригибает. А там стиль из-за смерти своего сопорта. Ой, не знаю, Вега. Как-то прям не нравится то, что они мне делают. Не знаю почему. Как-то грустно все. У Кингвин чувствуется командное взаимодействие, командное передвижение. Там пошли прогангеры. Здесь запушили, две вышки снесли. Ой-ой-ой-ой, зацепили. Нет, там БКБ. Да, 10-секундный Блэкинг Бар уходит на сейф от Глимса. Печально. Они, кстати, могут его сейчас продавить. Зная то, что БКБ нет. Так, гонит, гонит его. Нет Блинк Даггера. Кстати, Клинк. Ой, ну боже, будет кошмар. Разворачивается будет. О-о-о, Разор впитал, впитал. Молодец. Алоха не растерялся. Сразу же уничтожил Разора. Можно и патуса ловить. Статик Шторм выбежать не успел Эмирана. Так тут минус 2 точно. Возможно, еще и дезераптора зацепит. Вот. Погоня за патусом. Статик Шторм минус. Разор почему-то поверил в себя настолько, что подумал, что его не убьют фантазмом. Не, ну если бы он, конечно, выпитывал где-то под 100 демеджа за одну секунду Статик Линка, тогда, наверное, он был бы прав. Но там не столько демеджа ты съедаешь. И ЦК нормально разворачивает. Тем более, что иллюзии хорошо будут все равно. Да, получилось немного странно. Нормальный такой фраг для Вегас Квадрон. Сразу на Рошану просто заходят. Даже 2 фрага. Разору. Халява. Вот что можно сказать. Халява. Да, коры в таверне. Ты знаешь то, что драки не будет. Просто забираешь Рошана. И есть Аеги. Солар Крест появляется у Найт Сталкера. Теперь зафокусить какой-то солд-таргет еще проще. Показывают айтемы. То есть стал уже классическим этот айтем-билд для Тини. Когда ты покупаешь барабаны, ПТ, потом с Энджин Яшу и дальше делаешь Тараску себе. Тини мощный, жирный, бьет сильно. Убивать его тяжело. Там потом Кераса, понятное дело, будет появляться. Ну не знаю, вот в этой игре есть ли необходимость покупки Блокинг Барона о таком герое. Мне кажется, что есть. Есть, конечно, есть Найт Сталкер, есть Виверна, есть Патма, Сэн Кинг. То есть куча магического урона, еще и контроля. Так что... Тарайв, бежать спасаться, приземлился, конструктор. Но сбить нечем, так что... Как называть Тифпир, довольствуются только дэмджем. Ну главное, сильно не временить с покупкой Блокинг Барона. Я вот к чему веду. Я уже неоднократно видел такие встречи. Те же самые Сикрет в групповой стадии показывали, что если они вовремя не покупают на тени БКБ, то игра заканчивается плохо для тени. Он просто не уходит из-под станов, не заебла всяких занедлений. Потенциально урона у него много, но по факту он может вообще ни одного удара. Ну просто фармит. Чуть и Мунлайт пошел. Двойной левел Сумрака. Ниша с Тараской. 4300 хитпоинтов у него было с ПТ на силу. Это жестко. Откатился Фантазм. Примерно к этому же значению идет ИЦК. Судя по всему, тоже купит себе Тараску. Ну, два таких тяжеловеса будут вступать в бой. И ЦК, и Тини. Ну, на мой взгляд, что если, конечно, ЦК ворвется в тени, то он эти 4000 хп довольно быстро снимет. С Фантазмом точно. Сотрет вопрос. Вот, Разор молодец. Разор, Шарь, тоже по Бокемару. Купил себе этот самый БКБ. Будет игнорировать очень много стана всяких. Будет идти вперед и танк. Это правильное решение. Надеемся, что Тини тоже самое сделает. Какая же напряженная третья карта. Ну, чувствуется, конечно, ответственность двух команд за каждое принятое решение. Никто, сломя голову, не несется на противника. Стараются прям отпушить, аккуратно сыграть, поймать на ошибки оппонента. Ну, сейчас командная драка 5 на 5. Возможно, будет. Под смоками бегает Век Эсквадрон. Забегает чужой лес. Подставляется под скан. Знают, Кингвин, где находится противник. Будет ждать на пригорке. Ну, а вектор атаки немного в другую сторону. У Век Эсквадрон они пошли вниз. Тоже смог. Теперь от Кингвин пробегает мимо. Будут защищать свою вышку. Очень интересная драка может произойти прямо сейчас. Так. Ирана тратит один лип. Кабьет. Слеер. Очень хорошая позиция. Здесь ниже. Старшторм. Гот. Заяц выходит. Арктик Бёрн. Будет ли Винтерскёрс? Там Вижен, что ли, нет? Хороший эпицентр. Сёма ворвался. Ара улетит. Разор успевает нажать. Блокинг Барр. Вгрызается в Сёму. Сёма бежать. Навес. Ну, Сёма должен здесь продавать определенно. Заяц ставит хороший ультимейт. Экзотик Дир должен добивать. Сёма будет ли Филд? Ну, да. Хватает урона. В итоге минус 2 от Кингвина. Идут дальше. Идут дальше. Найти, наверное, и зацепить больше никого не выйдет. А что за дефали? Ужасная позиция была у Кингвина на самом-то деле. То есть, они шли вслепую на противника. Если бы у Веги элементарно за вышкой стоял один Барт, Винтер Верн бы спокойно выдал свой ультимейт. Мирана там пошла в разнос, потому что подумала, что Эра пойдёт в противника. Но там был Блокинг Барр. По итогу, как-то у Веги вообще ничего не получилось. Они решили отступить. Могло быть поинтереснее, скажем так. Согласен с тобой полностью. А по итогу Вега проигрывает драку. Ну, опять же, вот эта победа в драке, она вообще ничего не даёт. Ну, погибло два суппорта, окей. Они за эту смерть не снесли никакую вышку. Нарошана они тоже убить не могут. Ну, просто ничего не сделали. Просто два фрага, и всё. На этом всё. Ликенс Вера появится у Экзотик Дира. Это очень тоже важное приобретение. На коры героев имеют линку. Что внезапно вот эти рифты, станы от ЦК, они моментально лишают тебя жизни. Хочется иметь просто больше здоровья. Больше выживаемости. Больше статов в том числе. Ну, Ликенс Вера как раз про это. 28-ая минута. Опять-таки напряжение растёт. 19-18. Преимущества нет ни у одной из этих команд. Так, Миша. Притаился. Будет ли булыжник. Есть булыжник. Есть сайланс. Нужно попасть. Есть станчик. Но не добраться. Не добраться до Сёмы. Ба-а-а. Как же больно. Блин. Ещё и Синдьеша с хвостом. Боленом по хвосту, как дало только. Всего жало отбило. Ну, это кошмар, да. Очень больно. Драки, конечно, какие-то вот такие суппорты. Мягкая Винтер Виверна, там, Сэн Кинг. Могут подкрытать. Так, Дум в те времена приобрел себе шоу. Кстати, тоже здоровское приобретение. Чем можно контрить ЦК? Ну, мы тоже видели в предыдущем матче Ньюбил и Фай, что ЦК контрили массовыми госсептерами, форстафами. Ну, и в том числе можно покупать огромное количество брани. Ой, Миша. Иша. Да. Это уже быть минус. Присыпал. Холстнайт зацепил. Ну, отсюда не уйти. Дэмэджа хватается. Ещё и эпицентром шлифанули. Всё это дело. Надо пользоваться моментом. Как? Отпушить крипов и сносить хотя бы Т2. Ну, а Т2 можно разрушить. Ну, кстати, вот тот самый случай, о котором мы и говорили, что, ну, крайне необходим был кифбар Тини. Вот у него было секунды две, чтобы его поражать, но элементарного бока-бета в инвентаре и не было. Нечего было прожиматься. А выложил? Да, Т2 точно возьмут Вега. Вот было бы неплохо. 50 секунд есть. Слушай, можно попытаться развести на байбэк и зайти на хайграунд. Да, без Тини, а что там светит? А байбэк-то нет. А Тини начал покупать себе Керасу, судя по всему. М-м-м, вот стесняется. Не киперстон. Вега боятся. Был бы сейчас Рошан, был бы вообще идеальный для Вега-Сквадрон. То есть, снести Т2-вышку, отойти, Рошана себе забрать. Но он еще не появился на свет. Ну и снова минус. Ну, хотя бы здесь минус был не просто так. Если до этого там лик Тим Кингвин сделали два минуса и вообще ничего не забрали, то здесь хотя бы Т2-вышку, Василий и Вега. Afterlife? Бежать, дирать, дирать. Вижена по нему нет. Вот теперь есть. Можно пробовать климсануть. Булыжник. Земли, Afterlife. Камешек. Бум. Где же Дизраптор? Он там еле волочит ноги свои. Да, он там на своем динозавре. Завтра медленный. Запутался его, крипы заступили. Медленный, медленный динозавр, прикольно. Опа, а Патус еще и ТП-шки. Патус и ТП-шки сбивает еще Afterlife. Неплохо. Так, мы только рассредоточились сейчас по карте Вега-Сквадрон. Один снизу, один в своих лесах, трое наверх пошли. Соединить свои силы, собраться вместе. И опять же, вроде бы, хороший выбор был от веки. Преимущества такового нет. Все вокруг тысячи голды плюс-минус. Но вот фарды очень хорошие поставили Вега-Сквадрон. На этом сейчас можно сыграть. У них очень много обзора. В центре. Нападут ли на Рейзеры. Так, подкоп шикарно. Камень, отлично играет Кейсер. Просто феноменально. Боковый прожимает. Тут же Винтерскерс не самый удачный. Страдает Алоха даже под Блэкинг Баром. Разорвали Эр Спирита, конечно, но Алоха уходит на Блинг Даггер. Неплохо. От экзотик Диры подальше. Что дальше? Год. Год отсюда не уйдет. Присыпали. Сбили линку. Подкоп. Сема сейвит года всячески как может. Погибает здесь Сема. Погоня продолжается. Ниша. Делал бревно. Говорит, идите сюда. Нет, не побегают. Hunter and the Night. Ниша. Зацепят ли Аваланжем? Не, уже ничем не зацепят. Это все-таки Night Stalker ночью. На развороте хотят подраться. Afterlife. Пошел Фантазм. Тут же Станчик. Чтобы убить экзотик Дира. Думом заткнули Года. Заяц улетает отсюда. Навес. Заяца глинцанули. Год погибает под Думом, я так понимаю. Или хватит? Отвратительное решение от Веги. Вернуться. Без БКБ же был ЦК. Какой был большой соблазн напасть. Но все ультимативные остались практически у команды Kinguin. Они просто развернулись и разорвали противника. Static Storm, да, зарешал. Нам это как раз таки и показывают. Просто в Silence попал ЦК и ничего не смог сделать. Еще и Night Stalker может встретить. Провальная драка получилась от Веги. То есть начало драки было хорошее. Один в один, кажется, разменялись и отошли. Зачем они столько времени тратят на Afterlife? Можно вопрос? Почему просто не пойти испушить Т2 и подойти к хайграунду? Они бегают за Night Stalker'ом, саппортом. Ну вот и пошли там. Ну, Тинни знает, что делать. Тинни шарит. Две катапульты. Бьет с руки. Там правда глиф используется. Ну вот уже небольшой такой тревожный звоночек для Веги. Потому что Тинни начинает отпускать очень сильно. Тинни купит себе Керасу. И дальше у него будет уже Блэкинг Бар. А вот с появлением Блэкинг Бара вкусить Тинни станет практически невозможным. Там так получилось. Фантазм не на полных хп. И попадает это все в ту же секунду под рассказ Тинни. То есть иллюзии стираются с лица земли. И шансов без Фантазма уже не было. Ну и сверху все статик штормом накрылось. Вообще без вариантов. Ну хорошо, эта драка может быть и ничего не решала. Вот следующая драка будет самой важной, наверное, в этой игре. Одной из самых важных. Да, потому что она будет за Рошана. И главное эту драку не проиграть сейчас с коллективом Вега Складрон. У ЦК отсутствует Фантазм. Это прежде всего нужно будет дождаться ультимейта. С другой стороны у Дума Кингвин отсутствует ультимейт. Да, конечно, Тараску прикупить бы какую-то. Успеть. Но Рошан стоит и ждет. Может быть смог. Может быть внезапная атака вниз. Но там уже ТП. Вниз нет смысла идти. В свой лес. Вот в своем лесу там много народу. И причем неполным составом находится сейчас Кингвин. Может в численном большинстве зайти и убить. Но они заходят на Рошана пока в онлайн шадоу. Рошан начинает бить. Кингвин и пока не в курсе. Его никто не чекает. Рошан упадет очень быстро. Чей из минус армора. Ставится вард. Сигналит. Ниша что-то понимает. Надо было присыпать Рошанчика. Ага. Все, знает Кингвины. Знает Кингвины и Вега, с которым ушли из Рошпита. Фантазм откатился. Мунлайт шадоу уже нет. Вега бегают под Вардами. Кингвины теперь сами прожали смок и будут заходить с тыла. Ой-ой-ой, Заяц. Ой-ой-ой, Заяц. Лети. Лети, дракон. Заяц, беги. О-о-о, блин. Красиво. Найсталкер Хантер и Зонайт. Афтерлайф. Не попадали присыпки. Кастуется Эпицентр. Будет ли врыв? Врывается Сёма. Очень больно. Здесь низко ставится тимейт. И минус арморист перед сразу. Это минус арморист перед очень быстро. Затыкают Динни. В это время. ЦК Тир-3 разрушил. Падают бараки уже. Тир-3 это ладно. Так, иллюзии отправляют. Годом можно заткнуть. Тут не получится. У него линка. Сёма, наверное, тоже не уйдет. Как же разводить Вега-Экспадрон. Голденбрей сэвит. Но, правда, возможно, это даже и похоронит Сёму. Линку сбили. Экзотик Дир. Да, Сенгинга здесь не спасти. Мне кажется, он уходил бы пешком, если бы не сэвили. Да, то, что так кажется. Надо уходить. Надо всем просто прожимать ТП-шки. Внезапно Вега-Экспадрон просто пошли и разрушили Тир-3, пока противник бегал. Ну, это очень круто. Теперь наступны Шрайны. Не знаю, будут ли пользоваться сейчас этим окном без ультимейта Хаус Найта Тим Кингвин и пойдут на Рошана. Ну, Тинни жив, да, Рейзер там тоже. Дум, в принципе, Коргеры остались. Они могут позволить себе Рошана убить, а Веги рядом и Фамили нет. Да, они долго будут собираться вместе. Ну, вот цена этого Тир-3, цена использованного Фантазма, это Аегис в руке оппонентов. Эроу помогает еще плюс ко всему год своему тиммейту. Своему противнику, конечно. Шиваре. Так, отдай, отдай. Просто отдай. Заяц. Фатас. А это уже нагло. Это уже нагло. Хотел захайлатить, но не Ахфу не надо лезть, как говорится. И поэтому потерял он свою жизнь. Не Ахфу не надо лезть? Ну да. Это новое выражение? Ну, сейчас на опрос сцене именно так и звучит. Только Ахфу занимается подобными вещами, причем успешно. Сегодня, кстати, матч, я-то видел? Нет, он у нас воровал опять Аегис. А сколько у тебя матч был? Четыре утра. Не видел. Не видел? Вот ты, Витя, непреданный фанат Доты. Не вставал с утра поранее, чтобы Дотка посмотреть. Не то, что наши работяки. Встали и все увидели. Все матчи смотрели. Да, Витя? Надеюсь, что да. Как там было, правда, полторы тысячи человек? Честно скажу, надеюсь, что нет. Слушай, а тут внезапно бараки упали у команды. Ну, понятное дело, это Тинни пришел с бревном на хайграун к тебе. А у тебя Виверна еще в таверне 7 секунд. Могли бы, кстати, и подефаться, если бы Виверна здесь была. Наверняка. А сейчас нет фантазма. Ниша продолжает сносить. Уже вторая сторона под угрозой. Алоха подходит. Пугает. Экзотик Диро. Скопили линку. Ароу залетает. Что-то начинать атаку. Будет подкоп. Да, есть подкоп. Курьер приходит. И я думаю, что можно отступить от этого. Какой-то хороший Винтерскерс нужен от Винтер Виверна, чтобы не отпустить противника. Станчик закидывает в Рейзер. Бот он Заяц. Спринтер Бласт неплохой. Экзотик Дир решить бы первой жизни на халяву. Воидом сбили линку и добить чем-то. Нет. Урна. Урна и филит. Эроу. Не мат. Кейсер Тоджет. Ну и просто вот так вот лингвины зашли. Спокойно забрали центр. Забрали ТР-3 по верхней линии. Сейчас будут забирать святыни. Их около десятки будут иметь. Как-то быстро, знаешь, вот от той успешной драки Веги. До ситуации, когда все плохо. Да, вроде все казалось бы нормально. Тут внезапно все плохо стало у команды Вега. Ну это как вот случай с Тайтхантером. Очень напоминает то же самое с Фантазмом АЦК. Вот у тебя есть рэвиш, ты дерешься. У тебя есть Фантазм, ты дерешься. Как только кулдаун, противник сразу идет тебя сносить. Ведь Тинни и Рейзера, у них нет таких прям супер каких-то крутых ультимейтов, которые нужно ждать отката и так далее. А они идут и просто сносят. И урона у них всегда очень много. В этом, конечно, пик Кингвин явно получше смотрится. Но Веги нужно выигрывать замес прямо сейчас. Непонятно как. Непонятно где. Как выбивать Аеги, как лишать сыра тени, как после этого его забирать. Но надо. Следующий заход Кингвин. Они просто сломают нижнюю сторону. И Вега придется согласиться с поражением. А в Лузера не особо хочется. Не уверен. Слушай, на Кингвин на второй карте плохи, а на третьей неплохи. Боль. Ну не так хорошо, как в первой, конечно. Не так хорошо, как в первой, но намного лучше, чем во второй. Вот подержу. Хорошо смотрится команда. Знает, что делать, реализовывает свой драф пока на все 100%. Вот ЕГ у нас как борщ. Они в первый день не очень, и во второй хороши. А Кингвин как кто? В первый день очень, во второй не очень, и в третий опять неплохо. Слушай, знаешь, это, наверное, сыр. Сыр сначала, когда покупаешь он хороший. Во второй день такой корочкой покрывается, а потом, если подержать, он становится вместе с плесенью, и опять круто. Люди же любят с плесенью, считается деликатесом. Так что Кингвин это сыр. Насколько я знаю, это отдельные виды сыра. Да? Блин. С обычным российским не все так работает. А я не про российский. Черт, надо что-то другое там придумать. Это вообще про сыр, что-то на санкционочку у тебя. Сырые. У нас отдельные каналы поставки в Казани. Все нормально. Понял. Надеюсь, тебя уже примут в таможне. Черт. Отдельные поставки канала у него. В это время еще ребята эти не смотрят трансляцию. Они только под вечер заходят. Работяки с утра с тобой. Они могут меня знать. Блин. Так, заходит по нижней линии Кингвин. Так, линку сбили. Артик Берн пошел. Срабатывает клиф. Что дальше-то? Дальше-то что? Надо же драку начинать какую-то. Драку нужно выигрывать. Лега с патроном. Иначе останется без лишней линии. И все, беда. Вот его подцепили рифтом. Ультимейт. Стан от ЦК. И Блинкин сперва. Он успел откатиться. Ультимейт. На Фантазм развели. Да, это самое главное. Сейчас можно просто походить. Минутку погулять. А после этого вернуться. Не шавить эти иллюзии. Берет бревно. Автор лайф. Дает вижен. Панишен. Улыжник хороший. Присыпал. Не получается добраться иллюзиями. Экзотик Дир начинает высасывать дэмэдж из Фантазма. Расстреливает иллюзии. Не правильно. Патас нажимает БКБ. Просто переходит в атаку. Есть глимс. Вернули назад. Минус Сенкин. Ну, все печально. Все очень печально. Потому что они пойдут сейчас на Харькал. Да. Ну, есть, конечно, Винтерскерс. Может быть, за счет него как-то постараться подэфить. Заяц, давай. Теперь твоя очередь хайлатить. Нужно убить. Ну, я не знаю. Тума какого-то, что ли, за этот Винтерскерс. Станчик АЦК. Осталось 4 барака у команды Вега. БКБ прожимает Алох. Начинает бить Кейсер. Сразу от него статиклинг. Вот он Винтерскерс. Отличный Винтерскерс минус Сорвспирь. Дальше что, правда? Статик Шторм поставил Элисаж. Страдает. Афтерлайф под БКБ. Неплохо разорвали. Теперь на Патас. Ну, там Дум. Дум накрывает ЦК. ЦК в Колденбрейсе. Какое-то время поживет. Год старается помочь своему мутимейту. Ну, как же помочь ему? Кончается Колденбрейс. И оканчивается ХП. У ЦК. ЦК погибает. Есть Байбэк. Моментально его используют. Бараки падают. Тинни их забирает. Остается только один барак по нижней линии. Суммарно три. Цепляют Патас. Четырехсерикутный стант. И Дум погибает. Надо ловить дальше. Ловить дальше. Артик Берн. Заяц. Артлайф идет до конца. Взял бревно. Мы сбили. 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 ТП. Отлично. Рейзора подловить можно и Тинни. Тинни не отпускать тоже. Тинни нужно цеплять. Вот он Тинни. Рейзор. И того и другого нужно забрать. Как же не отпустить? Да. Артлайф там бегает за Тинни. Старается его не отпустить. Экзотик Дирни должен проселять от Мираны. То есть Тинни погибает. А Тинни Тинни тоже должен будет погибнуть. Но вот минус пять сделали. Чуть Байбэк от ЦК. Ну и самое главное, конечно, потеря на нижней линии. Вега отбивается всеми правдами и неправдами, но... Там Байбэк был. Ценою... Это печально. Да. Байбэка ценой в бараке. Да, они отыгрывают 3500 колды. Но все еще это не то, чтобы прям полноценным камбэком назвать. Еле-еле выиграли драку. Действительно тяжело это дается. Невозможно синициировать нормально. Невозможно начать хорошо. Противник мешает. Легенцверы, БКБшки, Стартехштормы. Ну, ужасно. Что-то нужно еще. Вот сейчас какие-то внезапные выплаты убить. Инвиза, ЦК. Этого явно Ирспирит может не ожидать. Врывается Ирспирит. Реакция. Реакция Мангусты. Кейсор. Красавчик. На грани возможного. МКБ появляется у Потмы. Дэмэдж растет. Идут давить. Понимают, что 40 секунд еще нет разора. 55 Тинни. Нужно разводить на байбэк. Либо пусть отдают хотя бы центральную линию. И сохраняют байбэки. Да крипы далеко. А пока они дойдут. Нормально, нормально. 40 секунд еще есть, правда, конечно. Хотя бы Тинни на байбэк развести было бы неплохо. Алоха подтягивается. Алоха идет прям сквозь Тир-2 вышку. Бараки. Бараки все еще не падают. Работает антибактор система. Вот они, крипы, подошли. Можно уронить один барак точно. Слушай, его отдают. Фортификейшн, конечно, есть. Но тут же можно на ботов сместиться. Так, не отходить, не отходить. Добивать до конца. Добить надо, добить надо. Конечно, и люди могут не справиться. Вот, бегает Сёма. Лишает барака. Одного. Команду Кингвин. И отходит на святыню. Ну, хотя бы так. Там, правда, снизу сейчас тоже барак погибнет. На него, конечно, всем плевать. Он рейнджевой. Но, тем не менее, обидно. Ну, что, на парень в ряд. Да. Покупает. Два голых барака остается у Вегас Патрон. Сами Кингвин потеряли лишь только центр. Крайняя линия у них, в принципе, доступна. И вот, посмотрите, опять-таки, по экономике, казалось бы, баланс. По счету тоже баланс. 27-27. Но вместо базы у команды Вегас Патрон просто руины одни. И вот это самое главное, что смущает сейчас фанатов Вегас Патрон. Нужна драка на следующем Рошане. Хорошая драка, которую они выиграют. Заберут Оегис, Сыр и еще Refresher Shard. И там с двумя фантазмами ЦК сможет выиграть игру. Только такой план устраивать Вегас Патрон. Мне кажется, фанаты Вегас Патрон привыкли к разному. Их уже давно ничего не смущает. Да. Ну, ты же смотрел игры Веги? Да, видел я групповую стадию. Ну, так что их может смутить? Уже, наверное, да. Они как старый морской вояка. Больше ничего. Видел все в своей жизни. С другой стороны, прикинь, если вот до сих пор у этой команды есть такие фанаты преданные, то они прошли уже через огонь и воду. И уже такие настоящие фанаты, самые преданные, которые побывали и в беде, и в радости. В беде, конечно, почаще, но радость там тоже была. Радости, возможно, уже и не помнят. Но могут сейчас принести радостные новости? Так, давайте. Есть возможность отыграться? Что там по Рошану? Рошан скоро появится. Сплитпушит всем в СТР. Это правильно. Нужно заставлять противника возвращаться на базу. Хорошо Санкинг действует. Боится. Тут же Монлайт Шадо какой-то внезапный. Ну, и за двумя бараками Кингены выступают. Им все равно по поводу Рошана. Они не собираются его ждать. Они хотят выиграть прямо здесь, сейчас. Что есть у команды Вега? Вега есть все. Все ультимейты доступны, ровно так же, как и все доступные ультимейты. Надо поставить ультимейт неверный получше, что убирать Орспирит. Это хорошая, конечно, цель. Но есть цели получше. В идеале, чтобы Розор успел настакать себе дэмэджи и поставить Винтерскерф на Тинни. Наверное, это лучший вариант. Либо Дизраптор до Статик Шторма выключить. Проблема-то в коргероях, конечно, в основном. То есть Статик Шторм, окей, весь Блокинг Бар, исправимся. А вот что делать с Рейзером и Тинни, вот это вот большая группа. Появляется Рошан. Есть инфа у команды Кингвеном. Дабл дэмэдж, дабл дэмэдж, ЦК, лети, лети, забирай дабл дэмэдж. Прямо сейчас, нужно взять. Где ты, Алоха, Алоха. Подкопать скелетон, оставить дабл дэмэдж. Год забирает, хорошо, пусть будет у Года. В Ботле на всякий случай пригодится потом. Линия хорошо, нижняя отпушена у Вегас Кладрон. Верхняя скорбь будет оставлять проблемы. Афтерлайв пошел. Нагло, пытаясь убить Тинни, 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 Тинни. Через Фантазм, 4 секунды. 4 секунды, сейф он. Сырок, он просто сырок. Он сейчас убьет иллюзии. Он убьет иллюзии, и ничего не остается у Алохи. Алоха, сейвить, колден брейс. Там высосали весь дэмэдж. Алоха ничего не сможет в этом файте больше предъявить. Алоха после байбэка, он погибает. 105 секунд без него. Как драться, непонятно. Залетает 3-эро. Паттас пошел за Зайцем. Старается как-то разводить сейчас Вега. Там же был Готт с дабл дэмэджем. Где же его дэмэдж-то? Готт. Афтерлайв идет вперед, впитывает. Но у Розора слишком много урона. Квитцентр есть на Паттаса. Байбэк от Найт Сталкера. Старштормы полетели. Ниже встречает Синькинга под Сайленсов. Синькинг есть Эрро. Неплохие, но надо добивать Готт. Но хоть как-то Розора просто выкидывает подальше. И еще и дом на Мирану. Но это прям совсем отвратится не для Веги. Это конечное. Это конечное. Еще немного грусти для фанатов Веги. Как мне кажется. Байбэк есть от Паттмы. Что полетит Готт дэфать. Но и Синькинг выкупается. Правда, эпицентра там нет. Афтерлайв. Выход на Паттаса. Паттаса убили. Но Афтерлайв, наверное, за это поплатит тоже своей жизнью. Взлетает. Много урона у Розора. Полыжник. Минус от Кейсера. Триплкил. Байбэк от Ума. Но они все равно будут числены в большинстве. Они понимают. Циката так не может сделать. Да, выкупается Мирану. Выкупается Синькинг. Но будет дружной пятеркой Кейгри на свою очередь. Но надо пробовать. Ну что, Рошана дать это признать поражение. Надо драться во что бы то ни стало. Какое-то чудо. Есть Эрл. Дальше что? Нет эпицентра. Нет Винтерскерс. Да ни черта нет. Статик Шторм выпрыгнули. Нормально. Пойдет. Глимс не туда, куда нужно. Дизраптор. Не Статик Шторм вернули. Вернули на место. Кого Синькинг просто приходил после его смешения. И Рошан падает. Эрл залетает. Эрл неплохо. Зайц здесь. Встречает. И пошел. Тем временем Синькинг. Зайц тоже здесь. Сметают. Зайц. Аегис смог. Зайц воровать. Неплохо сыграно. Год. Бежать. Бежать. Падает за ним до конца. Есть. Глимс. Годы вернули. Винтерскерс. Винтерскерс. Но ужасный Винтерскерс. Мирана погибает. И максимум, что смогли сделать Вегас Падрон. Взять Аегис. И его же потерять сразу. Тим Кингвин. Никого не потеряли. И будут идти эти ребята. Заканчиваются игру. Появился ЦК. Но он один. Ну, точнее, с Винтера Верны. Которая без Винтерскерса. Аффирматив. Нью мета. Патас доволен должен быть. Ну и нишу идет. Закончить. Значит, он сыром. Отбывать его непонятно как. Ну, давай, это лоха. Попытайся что-то еще под конец придумать. Фантазма нет. Ну, в фантазме появился Фантазм. Ну, что, против меня крипов поиграть? Да, я думаю, даже и не успеет против меня крипов поиграть там. Не успеет, скорее всего, да. Тут Т4 уже идут наглую. Фортификейшн прожат. Экзотик Дир. Постреливает Т4. Стоит за спиной Патас на подстраховке. Да, у меня остается былый трон. Лимс, Алоха. Есть Фантазм. Присыпали. Приходится нажимать БКБ. Статик Линк есть. Экзотик Дир высасывает из него дэмэдж. Там все нажали БКБшки. Алохе приходится бежать под фонтан. Ну, а тут просто фокус патрон. Ну, и там все иллюзии снесли тоже, да. То есть, и гуд гейм был пейт. Браво, браво. Тим Кингвин. Они выигрывают эту решающую третью карту. Молодцы, ребята. Они продолжают следовать своим традициям, своим заветам выиграть хорошо первую, проиграть вторую карту. Но, как показывает практика, оказывается, в Бест-Оф-3 в третьей карте у них все неплохо получается. Да, ну и по итогу у Веги удалось только одну карту забрать. Веги, в смысле, когда против них была Винга Керри. Да, рады, ребята. Кингвины обеспечивают себе проход в полуфинал. Им нужно будет потом встречаться с Ньюби в этом полуфинальном матче. Уже далеко прошли поляки, конечно. Я думаю, что мало кто ожидал от них такого результата до старта этого турнира. Делали какие-то прогнозы. Ну, и, конечно, там не думали, что так далеко смогут пройти эти ребята. Но они молодцы. Они большие, молодцы. Здорово отыгрывали групповую стадию. Сейчас тоже в плей-еффе проявили себя с лучшей стороны. Не зря занимали первое место в группе. Не зря выбирали себе противника. Не зря в итоге выбрали Вега Складром и смогли их одолеть. Просто респект, браво. Вега, безусловно, недовольны. Вега сейчас спускаются в лузера. Их там ждут L5 Best of One. Я вам скажу, что это не самый приятный противник. Да, у Веги сейчас нет приятных противников. Это тоже правда. Но я думаю, что L5 один из самых неприятнейших, наверное. Единственный их приятный противник покинул турнир. СЖИ Спортс. Да, и остальные ребята все готовы дать бой. И со всеми придется очень-очень трудно. Такой результат неутешительный для фанатов СНГ Доты. В частности, для Вега Складрон. Но как есть, ничего не поделать. Поздравляем еще раз ребят из Team Kinguin. Они отправляются дальше. Вегу мы увидим завтра уже в нижней сетке. Ну а сегодня предстоит нам увидеть еще одну интересную встречу. Kinguin против Newbie. Будут играть сегодня. Они будут определять, кто пойдет уже в финал винеров. Матч, который подаст минимум в топ-3. Уже будет попадание даже в поинты. Дота 2, Персирт. Терквит вот этот вот. И посмотрим, кто кажется сильнее. Пока будет пауза, мы передадим следующее.